Ребята, мне кажется, мы видели тот самый поезд! Я предлагаю пойти и узнать! Вот это да, мы нашли почти что бункер! Вот чёрт, чё-то так увлеклись, да, что даже не заметили. Да вы же помните, мы же тут ходили! Рельсы туда шли! Какого хрена они заворачивают куда-то в кусты? Стоп, или не в кусты? Тоннель? Откуда в кустах тоннель? Ладно, пойдёмте. Чё-то даже интересно, хотя маленько страшновато, да? Это поезд, бежим, бежим, бежим! Еле умотали, блин! Хорошо догадались в бок рвануть, да, а не по рельсам. Только... Стоп, а где сам поезд-то? Он же вроде был в туннеле. Ребята, давайте сходим посмотрим. Просто, если что, в бок отскочим, и всё. Ну да, да ладно тебе. Так, да пойдёмте, пойдёмте. О, смотрите! Вон там фонарь светится. Настоящий поезд! Призрак! Вау! Стоит! Что? Куда он поехал? Чего? Уехал в туннель? Он нас что, боится, что ли? Так, ребят, смотрите. Видите, туннель довольно широкий. Если что, можно просто отскочить в бок, вот так вжаться в стену, и он проедет мимо. Если он решит нас задавить. Но мне кажется, мы должны дойти до конца и узнать всю правду. Ну что, кто со мной? Давайте, кто со мной? Так, ага. Так, так, Влад со мной, Макс со мной. Лёх, ты чё? Ты чё, нас бросишь, что ли? Ха, да тебе страшнее будет это одному оставаться, чем с нами идти. Ой, ну и секунду, ну и ажди нас тогда здесь. Катя, давай у тебя фонарик, ты будешь всё освещать. А у всякие Лёхи пусть там завидуют. Ага, долго-недолго, сколько понадобится, столько и будем. Катя, по рельсам-то не иди, иди сбоку. Да, аккуратно. Что? Что? Посвети-ка вон туда в конец. Тупик? Опять? Да какого? Ну офигеть. Тоннель просто заложен кирпичом. Вот это да. Как он сюда приехал-то, я не понимаю. А, ну да, блин. Поезд-призрак. Чё мы хотели? Чё, получается, опять мы останемся в пару метров от разгадки. Ох, ладно. Ребята, не всё потеряно. В конце концов, мы нашли секретный туннель. Это тоже хоть что-то. А, поэтому давайте просто мы завтра сюда утром придём. С нормальными фонарями там. С Лёхой. А пока пойдёмте. А то он там от страха сейчас помрёт без нас. Идёмте, идёмте. Ничего, всё нормально. Главное, что мы живы. Мы нашли супер-туннель. И мы узнали, что этот поезд может быть нематериальным. Вот это да. Лёха, всё, выходи. Мы возвращаемся. Эй. Лёха. Лёха, не смешно, блин. Лёха. Хорош прикалываться, блин. Ты что самый главный трус? Чё на стол? Ой, ты чё туда залез? Что? Шахта? Где? Ого. Реально. Лёха, ну красава. Есть у тебя какая-то польза? Так, так, так. Решётка ржавая, конечно. Но это всё-таки решётка. Так, секундочку. Дайте-ка я залезу. Вот сейчас подставлю пенёк. Опа. Смотрите! Она вон куда-то уходит вниз. А-а-а! Залезем туда? Попадём на ту сторону туннеля. Так, только здесь не пролезть. Слушайте, а решётка всё-таки старая. Может, получится её выломать, а? Так, сейчас, может, тут можно подкопать. Да, она шатается! Ну-ка, давайте, ребята. Ну-ка. И-и-и, взяли. Так, и-и-и, взяли. И-и-и, взяли! О! Отлично! Так, только она туда провалилась. Осторожно. О, тут не особо глубоко. Так, ну давайте. Кто первый? Кто самый смелый? Опять не я! Я же самый смелый! Куда вы вперед лезете, а? Так, и где же мы оказались? Катя, ты первый, у тебя фонарик! Катя, давай! Что? Отверстие? А-а-а! Это... Я их видел! Это же туннель! Смотрите! Вентиляционная шахта идёт сбоку. Странно. Ну ладно, я, в принципе, в туннелях не разбираюсь. В шахтах тоже. Главное, что она идёт дальше. Хоть бы за стену, хоть бы за стену, хоть бы за стену. Так, проходит сюда. Сюда, сюда. Так, там уже стена, да? Ух ты! Да, реально! Мы на той стороне! Ну что там? Куда без меня убежали? Так, наверх, а там... Что? Люк? А-а-а! Офигеть! Вы куда? Ладно, Катя, давайте с нами. Давайте с нами. Давай, Макс, давай. И, как говорится, я вас поздравляю. Теперь у нас нет другого выхода, кроме как найти выход настоящий. Потому что сюда мы обратно не заберёмся. Так. Только... Ребята, ко мне, ко мне, ко мне! Ко мне! Давайте только договоримся тихо, ладно? А то, мало ли чего. Если существует поезд-призрак, а то вот кто его знает, что тут ещё водится? Ходим, шёптом разговариваем, ладно? Так, это что-то советское. Плакаты такие. Катя, сюда! Катя, можешь мне подожди, пожалуйста, фонарик дать? У тебя есть ещё один? Компы? В Советском Союзе были компы? Ага, спасибо. Вот это да! Не ожидал! Какие-то приборы. Так, ящики. Пусты. Идёмте дальше. Генераторы какие-то. Так, а здесь что? Так, какой-то склад. Лучше не лезть туда, не лезть. Мало ли чего-нибудь радиоактивное. Выходим, выходим. У нас с собой этого дозиметра нету. Так. Здесь какой-то... Сюда, сюда, все сюда, все сюда! Что там? Вы видите? Что там такое за стеклом? Блин, всё мутное, нихрена не видно. Что? Вообще не разобрать. Ладно. Ну, это нас, как бы, воодушевляет, да? Раз есть какое-то помещение там, значит, мы можем туда залезть. Значит, не придётся умереть в коридоре. Ещё компы, какая-то лаборатория. Так. Ну что встал? Давай-давай-давай, пойдём. Ну вот. О! О, господи! Что? Скелеты? Блин, тут, смотрите, сквозняк какой-то. Они прямо по сквознякам покачиваются. Ой, ё-моё, как-то жутковато, да? Откуда дует-то? Так, а чё это такое? Толчки. Блин, прикиньте. Померите только в туалете. И смотрите! За ними какие-то дырки. В них стреляли. Их расстреляли, ребят. Ребят, их расстреляли. Кобздец. Расстреляли прямо в туалете. А за что? О! Странно. Так, ладно, идёмте дальше. Так, что... Стоп, стоп, стоп. Ваша лампа, товарищ инженер. Э-э-э... Спасибо, товарищ шахтёр. У меня фонарик свой. Так, какие-то ворота. Гермодвери. Так, а здесь? Господи, это что вообще? Блин, где мы оказались? Что такое? Что вы зовёте меня? Влад, чё ты... Чего? Нашёл что-то? Ух ты! Чертежи. Какие-то... Муфты. Штуцера. Что это? Прокладки. Блин, а что это такое? Ребята, похоже на какой-то реактор. Смотрите, огромный просто. Обалдеть. А давайте попробуем запустить какой-нибудь комп, а? А вдруг получится? Так, давайте ищем какой-нибудь рабочий. Ну вот тут рычаги есть, подёргайте, пожалуйста. Всё, не, не получается. Так, а давайте попробуем... О, запустился! Давайте попробуем полазить по компьютеру. Отойди, Влад, отойди, не ломай. Так, сейчас. Пуск. Так, запись пошла в 65-й год, июль. Ну шо, Валерий Абрамович? Все учёные не в сборе. Будем проводить важный эксперимент. Потом внукам показывать будешь. Так, ну что, внучата? Ну, смотрите. Это наш легендарный прототип. Р-2 МВ-901. Наша гордость и наше настояние. Ну давай, Сергей Петрович, похвастайся своим ресивером. Ой, Михаил Павлович, да хватит занудствовать. Никакой КГБшник эту запись не увидит. Что они? Нас под расстрел пустят. Да не выдумывай, Дмитрий Иванович. А кто ж у меня в компьютере торыться будет? Это ж КГБшники, они ж тупые. Они даже слова такого не знают. Ты лучше похвастайся своими бойлерами и ресиверами. Они, конечно, знатно дымят. Но мы под обшивку это всё спрячем. И никто от обычного поезда не отличит. Так, ну коллеги, мы сделали целый прорыв в железнодорожной инженерии. Ну давайте сфотографируемся на память, что ли. Так, давайте кучнее, кучнее. Из КГБшников это точно никто не увидит. А вот внукам покажем и гордиться нами будут. Ты, ты чего? Ты так не говори. Ты смотри, нас действительно... О, не-не-не, плохая была идея всё подряд снимать. Так, как тут выключить? Охренеть! 65-й год! Это получается за годы катастрофы! И вы видели, да? Они обвешали весь поезд. Какой-то аппаратурой там. Чего они его затенговали? Диск? Ну-ка давай сюда. Давай сюда. И, ребята, вы поняли, почему они так резко оборвали запись? Чего они испугались? Сейчас я пока новый диск вставлю. Так, куда-то... Посвети, пожалуйста. Куда-то вот сюда. Вот, вставил. Так, ребята, давайте. Смотрим. Запись для протокола майор Иванченко. 1966, 7 июля. Ну что, товарищи учёные, за измену Родины, за особо халатное отношение к особо секретному оружию Советского Союза, вы приговариваетесь к высшим мерам наказания. Наряд готовься. Целься. Огонь! Охренеть! Их расстреляли! Так вот откуда те дырки. Теперь мы в этом убедились. Я так и не понял, за что. Чего они там испортили? Что? Что? Что они там изменили? Измена Родине? Что это вообще значит? Так, ребята, всё, надо выбираться отсюда. Чё-то мне всё страшнее и страшнее. Чё за место вообще? А, ну они сказали, это какой-то НИИ. А, вот что за НИИ там было. Там просто буквы не хватало. Так, мы сюда, да, не ходили ещё. Заброшены какие-то бункеры. А здесь всё заброшено. Странно, очень странно. Дверь. Так, я открываю, вы настороже. Раз, два, три. Что? Ребят, мне кажется, она просто заржавела. Надо как можно сильнее толкнуть, и тогда она откроется. Давайте. Раз, два, три. Навалились, давайте, давайте, давайте. Опа! О, отлично! Что? Поезд? Вы слышите? Ё-моё! Дайте руку, дайте руку! Охренеть! Он работает! Чё вообще происходит? Он что, нас что ли ждал? Какая-то платформа. Что? Стоп, стоп, стоп! Там никого нет, ребята! Там никого нету! Какого хрена? Ну ладно, это похоже на приглашение. Давайте зайдём. Обалдеть! Всё такое ржавое! Капец! Это так странно! Тут всё такое старое, запрёшное! Что? Товарищи пассажиры, просьба занять свои места. Эээээ, хорошо. Так, ну, вот я у окошка сяду. Так, вот сюда. Опа! Кто со мной? Осторожно! Двери закрываются. Следующая остановка, 1966 год. Какой год?